Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня показываю вам макияж из вот такого вот. Я превращусь в вот такого вот человека с супер зеленым макияжем. Очень хотелось побаловаться, поиграться с этой зеленой своей палеточкой новой. И давайте начнем. Ничего такого необычного. Вообще цветные макияжи я делаю редко, но в общем-то я посмотрела одну американскую блогершу Стил Гламорос, у нее ник я вставлю, и она меня вдохновила на такой подобный макияж, какой-то весенний, супер яркий, для, может быть, какой-нибудь фотосессии и просто так побаловаться, в общем, с косметосом, с палеткой. Биби-кремчик у меня от Миша. Очень люблю его последнее время. Он прямо, прям, прям, прям в фаворитах у меня. Консилер смешиваю два. Оба от Риммель. Тоже здесь ничего особенного. Решила сделать на ускорении, девчонки, потому что, ну, в этот день, на самом деле, у меня дочка дома, и шумно, и мультики смотрела, и макияж записать хотелось, поэтому озвучиваю вам уже потом, после съемки. Вот, все обязательно припудриваю, все как обычно, ничего нового, на самом деле. Решила сделать кремовое контурирование тенями от Luxe Visage. Не помню оттеночек, но, кстати, очень классно. Для камеры вообще, может быть, кажется немножечко перебор. Ну, для камеры хорошо, на самом деле, потому что обычным контурирующим средством пудровым не так видно, потому что камера, как мы понимаем, съедает половину цветов. Воспользуюсь своим любимым-любимым, как он называется, праймер Awake, что-то там я забыла, как называется, от Essence. Супер-классная штука, много лет уже люблю. Последнее время все время наношу какой-то кремовый хайлайтер, потому что понимаю, что так мне больше нравится. Меньше подчеркнуты какие-то морщинки и, ну, и так далее, в общем-то, все понятно. Дальше я буду делать брови тоже, сто раз вы уже видели. Я их рисую немного выше, чем они у меня есть, то есть захватываю волоски, именно которые, ну, знаете, такие на теле. Не от бровей волосы, которые, а выше. Все время кажется, что брови разные на камеру. Да, возможно, у меня есть и асимметрия, и еще куча всяких разных. Но на самом деле зависит от того, как сидишь, с какой стороны камера, с какой стороны свет. Возможно, одна бровь все время выглядит светлее и так далее, в общем-то. Очень понравился мне вот этот, хотел сказать, гель. Гель, это на самом деле тушь для бровей, классно приподнимает волоски. Ну, в общем, я в восторге от NYX. Ну, они разные есть, мне от Essence, в принципе, тоже нравятся, но у меня вот такой от NYX. Прикольный гель, все хочу сказать. Тушь, тушь для бровей. Вот такая палетка, авокадо тост называется. И на самом деле главную роль в этом макияже будет играть именно матовый оттенок. Но я не репетировала этот макияж, он как-то у меня спонтанно в голове возник. На самом деле мне не все нравилось. Некоторые моменты я даже вырезала, в общем-то, ну, которые мне не нравились. Сматывала оттенком все хорошо. Я наношу этот яркий оттенок на все, на половину подвижного века. Можно на все нанести, не знаю, но у меня как-то в голове была идея, и что полвека должно быть ярко-зеленым, полвека коричневым. Но у меня почему-то не оказалось какого-то коричневого, которое я задумала. И я начала наносить более такой шиммерный с блестками, и он настолько прилип к этой базе, что мне было его потом не растушевать. В общем, получалось все пятном. Я тут на помощь взяла себе другие палетки разные. В общем, я так. Пришлось мне, в общем, тут поэкспериментировать, порастушевывать. Ну, как-то так. Бронзером, обычным оттеночком все время тушую складку века. Не знаю, мне кажется, как-то любой макияж приводит... Я не знаю, как объяснить. В общем, я так привыкла на самом деле. Просто играю с тенями. Даже не знаю, как это комментировать. Затемняю уголок. Наношу более... Я даже черный, по-моему, наносила. И, в общем, растушевываю, лишь бы растушевалась. И на помощь, на самом деле, когда уже... Я подумала, что ничего у меня не растушуется, и все пятнами придут ярко-зеленые, именно шиммерные тени. Я их прямо пальцем вот здесь вот наношу на вот это место, которое у меня выглядело нерастушеванным. И все сложилось воедино. Эти тени отлично поверх растушевались. В общем, сложилась картинка, в общем, как я и хотела. Спасли меня шиммерные вот эти оттеночки. Буду дальше подводить нижнее веко. И для такого яркого макияжа решила все-таки, что нужно сделать черную слизистую. Очень давно уже я не прорисовывала именно черным карандашом слизистую, потому что, ну, я редко вообще делаю, как, опять-таки, повторяюсь, такие яркие макияжи. Это просто такой, знаете, какой-то креатив немножечко. А так в обычной жизни куда-то в школу пойти, конечно, я с таким макияжем не пойду. Ну, не знаю. Вот. Ну, а для видео или для фото очень даже, почему бы и нет. Буду подводить... А, добавляю, да, немного еще более яркого, именно матового. Классные в этой палетке супер яркие, именно матовые оттенки. Они делают весь макияж светлыми тенями. Можно даже пудрой все подтушевываю, под бровью. Ну, чтобы все, в общем-то, смотрелось гармонично. В уголок глаза нанесла тоже светлые тени, но что-то мне опять не понравилось и показалось мало. И тогда я взяла свой карандашик суперметаллический, его золотой от Catrice. И чуть-чуть его нанесла, ну, как вы видите, в уголок. И чуть-чуть подвела прям по центру. И, знаете, он сделал свое дело. Сразу мне понравилось, как все заиграло. Бывают такие маленькие нюансы, которые вот, ну, как-то, не знаю. Здесь, в общем, нужно экспериментировать, все время играться. Очень удобная кисточка у меня есть такая от EcoTools. Я тут недавно опять ее нашла и пользуюсь все время. И ей я прямо, она такая тоненькая, я ей как бы тенями уголок стрелки подрисовываю. На самом деле стрелки я не очень люблю. Не хотела утяжелять стрелками и так. Очень яркий макияж. Поэтому сделала такие стрелки а-ля с черными тенями вытянутые. Вот. Ну, сразу пигмент вытягивает цвет глаз. Мне нравится, в принципе, как выглядит на камере. Голоса какие-то прям голубые. Хотя у меня они такие серо-голубые больше в жизни. Вообще, надо с таким ярким макияжем все время сначала красить глаза, потом делать тон. Это я уже, да, знаю. Но не могу я менять порядок. Вот как привыкла рука, так и крашу. Крашу ресницы. Не очень нравится мне эта тушь. Уже подсохла. Хочу себе новую. Вчера смотрела-смотрела на новую тушь от Essence. Забыла. Такая в белом флаконе. Такая с черными надписями. Думаю, надо, может, сходить купить все-таки ее. Вот. Оформляю лицо. Ничего нового. Хайлайтер решила взять вот этот. Хоть очень ярко получилось. Но, опять-таки, это макияж не для офиса, а такой, знаете. Хотя кто-то, может быть, такое на работу носит. И все норм. Еще хотела тоже вчера купить себе новый карандаш и помаду. В общем, у меня был какой-то всплеск, что мне нужно купить что-то срочно из косметики. Но стенд Essence оказался просто полупустой из того, что я хотела. И, думаю, мне нужно обратить внимание на белорусскую косметику. Схожу на днях. Зачем вам эта информация? Помаду осветлила консилером, как в старые добрые времена. И чтобы она не была уж такой супер коричневой, добавила еще такой более розово-нюдовый карандаш. Собственно, все на этом. Девчонки, такой яркий получился макияж. Мне, в принципе, нравится. Но как вам? Что скажете? Что скажете? Редко я делаю такие цветные макияжи. Но вот эти палетки, палетки меня вдохновили. Хочу еще сделать с другой палеточкой, тоже более яркий. Так что решила еще показать, как выглядит при дневном освещении. Очень даже, мне кажется, классно. Лучше, чем при искусственном освещении. В общем-то, все. На этом у меня все. Пока-пока. Спасибо большое, что посмотрели. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok